Долгая дорога домой. В Крыму предложили увеличить квоту до русских немцев, которые хотят вернуться обратно на родину в Россию. Теперь слово за Госдумой, ведь переселенцев с каждым месяцем становится все больше. В репортаже моей коллеги Натальи Гончаровой о тех, кто хочет распрощаться со старой жизнью в Германии, но пока не может, и о тех, кто уже начал новую жизнь на Крымском полуострове. Наш соотечественник Олег Кузнецов, ныне Вейбер, по-русски гостеприимен. Дома уже накрыт стол, вот-вот закипит чай. Правда, этот дом в курортном городке Гунценхаузен, уверяет Олег, так и не стал ему родным. Спустя 24 года в Германии эту страну он называет не иначе, как чужбиной. Дело в местной жизни, в местном народе, в местных законах, в местных, да во всем. То есть, кому-то нравится, кто-то молится на эту страну, кто-то здесь поднялся, там, по работе, по спорту, там, еще как-то. Я за всех не говорю, я говорю за себя. Мне, лично, мне не нравится. Я всегда хотел домой. Кажется, дома хорошо. Олег, бывший военный, уехал в Германию, отказался от российского гражданства. Теперь, говорит, пора исправлять ошибки юности, захотел начать новую жизнь в Крыму. Но не все так просто. Олег жалуется, со всех сторон Германии создают препятствия для переселенцев. Каждый раз, принося документы, он слышит, что каких-то бумаг не хватает. Его отправляют обратно, пороги он набивает уже почти год. Давят на переселенцев со всех сторон. Не только в миграционных центрах, СМИ, но и даже в образовательных учреждениях. 11-летнему сыну Олега, Миши, учителя говорят, что Крым захватили русские. Поэтому ехать жить туда не нужно. Он пришел домой и задал вопрос, правда ли, что Путин украл Индзель из Украины. Мало кто знает остроф. Однако выборы верят, они смогут добиться своего. Начать с нового листа в Крыму, где нет терактов и заполняющих улицы беженцев. А маленький Миша и вовсе мечтает стать генералом. Важное условие российской армии. 100% найти можно дом, да? Конечно. Это один из настоящих домов. А русскому немцу Герману Гизбрихту повезло больше. Он уже получил российское гражданство и переехал на полуостров во время первой волны миграции, когда желающих было не так много. Говорит, спас своих детей от пагубного влияния толерантного европейского общества. В книжке написано, Петя и Вова живут в одной семье. У них трое детей. Им надо купить там аппельсины, мандарины, сколько это все будет. Вот так уже внушают детям. Уже в России у Германа цель найти дом своих предков. Они родились в маленьком поселке Балащик в Крыму. Гизбрихт уверяет, обратно в Германию он никогда не вернется. Эти истории лишь одни из многих. Юрий Гемпель, депутат Государственного совета Крыма, говорит, только в прошлом году поступило свыше полутора тысяч обращений от семьи из Германии. Сегодня по последней переписи в Крыму проживает около двух тысяч российских немец. Я уверен в том, что если здесь будут созданы хотя бы какие-то условия для того, чтобы эти люди приехали к нам, то таких людей, таких семейных будет намного в разы больше. Уехать на родину, по прогнозам экспертов, в этом году захотят еще больше русских немцев. Поэтому в Государственном совете Республики Крым предложили увеличить квоту на таких переселенцев в три с половиной раза. Говорят, что 1400 семей в год – это очень и очень мало. Так что в ближайшее время ожидается новая большая волна миграций. Фактически как в 90-х только на этот раз люди будут ехать не из России, а обратно. Но на самом деле переселенцы предпочитают, чтобы их возвращение называли не миграцией, а всего лишь затянувшейся дорогой домой. Наталья Гончарова и Динар Шакиров. Лайф. Германия. Берлин.